Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! День, вечер, все что угодно! Доброго времени суток! Доброго времени суток! Здравствуйте! Очень приятно с вами находиться вновь! Итак, дорогие друзья! Я сегодня опять в бандане Тысяча бархатов снова в каске Я снова в своем натуральном лице Это происходит потому, что мы сегодня чрезвычайно злы На докторов Мы злы страшного докторов Потому что мы посмотрели программу Про лекарства Это было давно Недели две назад Там корреспондент Павел Лобков злобно топтал физиотерапевтический аппарат один Он биолог Ему положено топтаться Он оттоптался Он оттоптался, да Мы теперь хотим оттоптаться на Лобкове, на НТВ Но самое главное на теме На таблетках Топтать их Мы сегодня будем их топтать, рвать и метать Мы сегодня говорим о лекарственной терапии Да Опять нам ужасно не везет Тема необъятная Совершенно невозможно Поэтому будем структурировать Будем структурировать ваше сознание Надо иметь в виду следующее Что вообще химиотерапия Взяла свое начало иметь быть От теофраста бомбаста фонгогенгейма То есть от парацейта Это он, собственно, первый Правильно я же бываю? Да, первый химик Да, он первый химик Он первый разработал основные лекарственные формы Основные, пусть и примитивные Но все-таки принципы лекарственной терапии Правда, если почитать его рецепты Волосы везде становятся дыма Совершенно верно В своей химии он употреблял Такие зверские вещи Сейчас скорее бы у колдуна Признали бы Да, но все-таки более зверские вещи Авиценна употреблял Авиценна камни в желчном пузыре Растворял смесью птичьего помета Толченой яичной скорлупы Имбиря Меда И красного сухого вина Жуть И ведь помогало Да От его фраза бомбаст фонгогенгейм Сказал самую главную вещь Которая лежит в основе Современной химиотерапии Он сказал, что все есть яд И все есть лекарства И в конечном итоге Все зависит только от дозы Ну, мы с тобой же цитировали Это нас как-то чуть-чуть не побили с советами Да Говорят, что мы козлы Козлы, хорошо Все козлы И козлы это все И все зависит от дозы Это точно Вот и все Поэтому его фраз бомбаст фонгогенгейм Был совершенно прав Значит, когда химиотерапия В пятидесятых годах двадцатого века Родив антибиотики Начала свое окончательно победное Шествие по миру Была эйфория у всех Эйфория Да, эйфория Не альфория Да Была эйфория Было такое ощущение Что человечество Избавится от всех болезней Что лекарства всех победят И все на свете будет хорошо И все будут здоровы Оказалось, что это не так Так, сегодня уже ясно Что химиотерапия В каком-то смысле Может быть даже скорее Знаете, в нравственном Чем химическом Зашла в тупик Но, тем не менее Сказать, что она Абсолютное зло Нельзя Как нельзя сказать, что она Абсолютное добро Все опять же Зависит от дозы Ну, абсолютного зла Вообще такового Наверное нет Совершенно нет Абсолютно Точно Значит, все сегодняшние лекарства Делятся на несколько групп Первую группу я бы назвал Лекарства-киллеры Убийцы Это лекарственные препараты Которые относятся К группе так называемых Цитостатиков То есть лекарств Которые прекращают Размножение клетки Сюда входят и антибиотики И сульфаниламиды И противораковые препараты В общем, все лекарства Которые напрямую Что-то убивают Антигрековые И так далее, и так далее Все лекарства Которые что-то убивают Прямо вот напрямую Берут и убивают Вторая группа лекарств Это лекарства Которые призваны Корректировать Обмен веществ Что-то исправлять В нашем обмене веществ Что-то активировать Они в свою очередь Делятся на три группы Блокаторы, ингибиторы И активаторы То есть Есть лекарства Которые блокируют Какой-то фермент В нашем организме Не дают ему работать Есть лекарства Которые замедляют Действие какого-то фермента В организме А есть лекарства Которые наоборот Активируют действие Какого-то фермента То есть получается, они могут одинаково действовать, то есть как убивающий лекарство может убивать что-то, предположим, какую-то опухоль может убить лекарством, так и замедляющий может замедлять наоборот действие, развитие опухоли. Практически они похожи по действиям. Нет, смотри, лекарства убийцы, они напрямую убивают клетку, они повреждают в ней что-то, и она умирает. А лекарства, которые модифицируют наш обмен веществ, они на клетке не действуют. Они действуют на ферменты, то есть на те вещества, которые выделяют наши клетки, или которые находятся в так называемом свободном полете в нашем организме. Понимаешь, да? Это как бы вещи разные совершенно. Третья группа лекарств, это лекарства, которые так или иначе изменяют функцию наших органов. То есть лекарства, которые действуют не на клетки убийственным образом, и не на ферменты, а действуют, скажем, на мышечные волокна, которые находятся в стенках сосудов наших, или на какие-то микроэлементы наших внутренних органов, замедляя, блокируя или активируя их работу. Они тоже делятся на блокаторы, ингибиторы и активаторы. То есть вот поняли, да? Лекарства, которые убивают, лекарства, которые изменяют обмен веществ, или метаболизм, замедляют, активируют. И лекарства, которые действуют на внутренние наши органы, да? Все. Вот все три группы лекарств. Значит, еще раз хочу сказать, все лекарства яды. Нет ни одного лекарственного препарата, который не был бы для организма вреден в той или иной степени. Поэтому, когда вам говорят, это лекарство совершенно безвредно, это означает, что это не лекарство. БАДы. Ну, БАД, биологически активная добавка. На них, кстати, и пишут. Не является лекарством. Ну, только зачастую все равно выдают за лекарства. Особенно всякие. Ну, это мы сейчас об этом поговорим. Это отдельная тема, подожди. Или, скажем, вот наши аптеки сейчас набиты всякими сосалками, какими-то там сиропчиками, какими-то конфетками. Это не лекарство, понимаете? Это, скажем так, сопутствующие медицине какие-то препараты. Но к лекарствам они не относятся. Кстати, вот когда-то, если брать, вот, откатиться примерно лет, может быть, на 10 назад, я помню, у нас в России крас-аптеки в основном продавали преимущественно лекарства. Безусловно. Какого-то даже мыла там купить было сложно. Нет. Да, а я помню, приезжаю я в какой-нибудь заграничный город, через все, там как раз лекарства на ней сложены. Там совершенно нет. Зубная паста, какие-то мыла, какие-то вода, все что угодно. Вот. Там как раз лекарства не продают. Вот. Вот. Товарищ Бархатов подмечает гениальную совершенно вещь, но они просто чуть позже, Андрей Пшел, ладно? Хорошо. Чтобы каши не было в голове. Хорошо, каша это плохо. Итак, мы поняли, что такое лекарство, да? Исходя из того, что всякое лекарство яд, давайте запомним сразу. На самом деле, ни одно лекарство нельзя применять без рекомендации врача. Вот ни одно просто, понимаете? Ни аспирин никакой, который почему-то считается совершенно безвредным препаратом. Ничто другое нельзя применять, не посоветовавшись. Я тут нагло опять встану, опять же, с той же самой позиции. Потому что у нас, ну, большинство лекарств можно купить, довольно-таки страшно, даже без рецепта. Врача, в принципе, не подаются в готовых формах. И в большинстве стран, где мне доводилось, бывает, причем я говорю, я жил очень много не как в туристических зонах, да? Там приходишь в аптеку, там вообще практически невозможно купить лекарство. Конечно. Головной боли. Да. Рецепт. Рецепт. И они совершенно правы. От насморка ничего вы не купите? Совершенно. Ну, купите, но такие, какие-то, в общем, ерундовые вещи, скажем так. Что-то серьезное, какой-то лекарственный препарат, только по рецепту врача. И это абсолютно верно. Потому что без вредных лекарств не бывает. Всегда, когда вы что-то принимаете, вы в какой-то степени себя отравляете. Конечно. Это аксиома. Аспирин вообще страшная вещь. Ну, на самом деле, все страшная вещь, если заниматься самодеятельностью и нарушать дозу. Поэтому, значит, ни одно лекарство, еще раз говорю, да? Прежде чем вы не посоветовались с доктором, не относитесь к лекарству как к воде. Да, лекарство – это очень опасная штука. Теперь мы перейдем непосредственно к тому, что же происходит в наших аптеках. Вот Андрей совершенно правильно говорил, что аптеки превратились в магазины. Да? В аптеках все больше и больше всяких прибамбасов, не имеющих отношения к медицине. Я думаю, что половины. И все меньше и меньше тех лекарств, которые имеют отношение к медицине. Я только сторонник этого. Я вообще считаю, еще раз повторю, что лекарства должны продаваться только по рецепту врача. Вот любые лекарства. Потому что в конце концов встречаются смертельные случаи даже на прием одной таблетки аспирина. Это есть. А раз это есть, никто от этого не гарантировал. Значит, теперь смотрите. Я сказал в самом начале фразу о том, что химиотерапия в каком-то смысле зашла в тупик. В каком смысле она зашла в тупик? В нравственном, сказал я. Что это означает? Человечество поняло, что лекарства это не панацея. То есть сначала мы лечили на организменном уровне, потом спустились на органный, потом спустились на клеточный, потом спустились на молекулярный. И самые лучшие сегодняшние современные лекарства действуют на молекулярном уровне, на тончайшем обменном уровне. Но выяснилось, что эти лекарства до конца не решают всех проблем. Поэтому сейчас нужно сделать шаг на атомарный уровень. Лекарства должны перейти на какой-то уже уровень, где они будут взаимодействовать, скажем, на уровне элементарных частиц. Но сейчас пока это невозможно. И стало быть, химиофармацевтическая промышленность зашла в тупик. Вот он опять кидает от медицины к физике и обратно. Так это одно и то же. Ну, а практически, вообще все одно и то же. Конечно, что такое медицина? Это физика на продажу. Ну, это все. Ну, а что, конечно, да. Значит, и так. Они зашли в тупик. Сделать шаг вперед на атомарный уровень пока фармацевты не могут. А возможности применения лекарств на уровне молекулярном практически исчерпаны. Но ведь надо деньги зарабатывать. Вот это самая большая задача. Вот это самая большая задача. Ну, лекарства же надо как-то ведь, так сказать, продавать. Поэтому в дело пошла реклама. Огромными буквами. Новый препарат, все лечим. Слушай, кстати, я вот тут хочу тебя перебить. Я вспомнил цитату из нелюбимого того доктора Хауса. Там в одной серии есть, когда у них был спонсор в клинике. Это спонсор, сам владелец крупной фармацевтической компании. И он его там буквально принуждал, потому что у него был выбор. Либо лишиться своих сотрудников, которые ему нужны. Либо сделать доклад в пользу его нового лекарства. А новое лекарство отличалось чем от старого? Тем, что поменялась упаковка и поменялась цена. Конечно. Вот там очень хорошо и тонко было в одной серии Хауса это подмечено. Именно. Ну, да боже мой. Это расхожий момент. В том-то все и дело. Значит, препарат, раньше он назывался, скажем, какой-нибудь, значит, драперин, да? А теперь он называется все лечим. А слово драперин ушло. Оно раньше было написано крупными буквами, да? А теперь оно написано под словом все лечим маленькими буквами. Я знаю, что я еще хочу сказать. Меня буквально, не знаю, вводит какой-то ступор судор, когда прихожу в аптеку и вижу огромное количество каких-то, скажем так, лекарств от простуды, скажем так, а-ля тераклю, там, а-ля растворенный аспирин. Это произойдет, с каким-то новыми названиями. Это что-то, 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 как-то. А смотреть, что там в основе все равно все равно всегда лежит обычный парацетамол. Так я об этом и говорю. Причем, говорю, вот, простая вещь. Задача в том, что уберите обычный парацетамол. Конечно. что это копейки, растворяете его в воде, добавляете вкус туда какой-то и получаете дорогущий перофлю. Посмотрите содержимое. Там ничего кроме барацилатомола нет. На чем? Да. И мы эти лекарства покупаем, платим деньги. Представляем, вот такое название «Все лечим». Мы себе визуализируем. Я принимаю эту таблетку и она начинает атаковать все болеют. Есть даже телевизионная реклама про лекарства одно. Я не буду его называть, во избежание неприятностей. В телевизионной рекламе утверждается, внимание, что когда вы принимаете эту таблетку, лекарство само находит очаг боли, причем рисуется, как оно находит очаг боли и ликвидирует его. Понимаете? То есть лекарство очеловечивается на ваших глазах, антропоморфизируется, ему присваиваются такие свойства супермена, киллера, который само может думать, найти очаг боли в вашей голове и его ликвидирует. Посмотрите, валерьянка, очень хорошая вещь. Да? Но давайте я ее назову пан-успокаиватель. А внизу маленькими буквами напишу валерьянка. Понимаете, да? Короче говоря, делается это все для чего? Для того, чтобы вы покупали лекарства, которым присваиваются новые названия. Это, как правило, все те же самые старые лекарства, проверенные, но присваивается новое название, чтобы оживить вас спрос. Ребрендинг. Ребрендинг. Это делается только с коммерческой целью, никаких тут, так сказать, открытий фармацевтических нет. И вообще это понятно уже, лекарства во многом себя исчерпали. Принципиально новых лекарств, действующих уже не на молекулярном уровне, а на атомарном, их нет. Поэтому присваиваются старым лекарствам, да, присваиваются старым лекарствам, новые названия. А что тебя так возбудило или разозлило конкретно в передаче, которая была по НТВ? То есть ты такой злобный по этому поводу был. Меня, понимаешь, вот сразу видно, когда режут телевизионную программу. Ну это да. То есть сразу видно, что разговор нелогичен, потому что люди в массе своей, ну не могут быть все идиотами. А там получается, что собрались в студии люди, которые не могут задать ответственным лицам элементарные вопросы, а ответственные лица не могут этим людям дать элементарные ответы. Ведь, понимаете, есть две крайности. Это безусловная вера в лекарства, как в Бога, да? А вторая крайность – это топтать ногами лекарства и аппараты, как это сделал бы с моим лобков в сфере этой программы. Это все невежество, глупость, переходящая естественным путем хамства. Надо понимать, что лекарства что-то могут. Но могут они не все. То же самое и физиотерапевтические аппараты. Они что-то могут, но могут они не все. Кстати, вот тут вот я что хочу небольшую, скажем так, тоже свою вклинку сделать. Меня, знаешь, что больше всего удорчает в России в основном, хотя я встречал это и в многих странах Европы, где мне доводилось бывать, это, предположим, некая Баба Дуся, звонит к другой Бабе Наде, говорит, слушай, мне вот прописали такое клевое лекарство, оно мне помогает. Попей, это ты его тоже. А он тебе поможет обязательно. Это все, вот я говорю, это вопиющая, дичайшая неграмотность. Значит, брать и переносить эффект, который лекарство оказало на Бабу Дусю, на все население Российской Федерации, находящиеся в возрасте Бабы Дуси, имеющие цвет волос Бабы Дуси и завтракающие тем же кефиром, что Баба Дуся, но это глупость, страшно. Да, Бог с ним, что так же завтракает? Лекарство на каждого человека действует индивидуально. Общие закономерности есть, но лекарство должен назначать доктор, который знает этого пациента, понимает, что этот пациент будет принимать. Иначе мы просто придем к совершенно чудовищному состоянию, которое, с одной стороны, ухудшает положение дел для самого больного, с другой стороны, дискредитирует лекарство. Вот и все. Это, знаете, как бесконтрольный прием антибиотиков. Сейчас каждый человек может прийти в любую аптеку, без рецепта купить цифролят 500 и начать при каждом чихе долбить себя мощнейшими антибиотиками. Что будет из бактериоза? Я покупаю глазные капли, очень серьезные, абсолютно без рецепта. Они нужны. Прихожу в отдел, готовая форму, покупаю лекарства, они содержат довольно-таки серьезный яд, эти глазные капли. И я не называю специально. И, соответственно, можно что угодно. Кто сказал, что глазные капли будут применять только в виде капания у глаз. Это, во-первых. Во-вторых, ты тоже не прав, Андрюша. Вот если тебе доктор назначил эти капли, на какой-то срок. Нет, мне ладно. Я говорю о том, что я их без рецепта покупаю. Вот чем вопрос. Но это плохо. Этого не должно быть вообще. То есть все серьезные лекарственные препараты должны продаваться только по рецептам. Иначе просто мы приходим к чудовищному положению, которое называется самолечение. А вот тут я маленько все другое уклон говорю. А вот как ты относишься к такой схеме, когда некоторые лекарства продают сами доктора в неких раз медицинских центрах. Подожди. Это вторая проблема. Значит, первая проблема – это когда старым лекарствам присваивают новые названия. Да, мы ее закрыли. Вторая проблема. Мы ее закрыли. Вторая проблема – это подделка лекарственных препаратов. Ну, я даже не по подделку хотел сказать. Нет, это три. Подожди. Хорошо. Не торопись. Это проблемы лекарственных препаратов, которые подделываются. Несколько лет назад проверка, проведенная в московских аптеках, выявила, что 75% препаратов были поддельными. Это чудовищно. Как определить, поддельный препарат или нет? Я не знаю. Вот приходит человек в аптеку, читает он инструкцию. Я не знаю, как определить. По-моему, надо просто сделать так, чтобы не было поддельных препаратов. Тут у меня есть некий собственный опыт. А опыт какого характера? Есть у меня очень хороший товарищ. Я ничего не хочу его обвинить. Но долгое время, просто другими делами занимается, электроникой, но долгое время, когда уже был более свободный бизнес, у них тем что-то типа небольшой цех, перед ним делали таблетки. И они делают подделки. Нет, просто я говорю о том, что, в принципе, люди, не имеющие медицинского образования, ни фармацевтического образования, никакого другого специального образования, просто покупается линия, как при этом уже линии, подозрева компакт диска, чего-то другого, и штанкуются некие таблетки, которые продавались в аптеках. Какие таблетки продавались в аптеках? Я не беру себе эти типы, чтобы они были. Но я тебе ещё все объясню только. Тот, кто делает таблетки на станках, не должен иметь фармацевтическое образование. Фармацевтическое образование должен иметь человек, который стоит над теми, кто делает эту линию Хозяин этого производства должен быть и сам фармацевтом, или в коллектив должны входить фармацевты. или государственная фармацевтическая лицензионная компания должна, ну буквально, не знаю, раз в неделю можно быть Я тебе не рассказывал про то, кто стоит за станком, а то, кто владел этим станком. А кто стоит за станком? Нет, это то, что я говорил про это. total. У него в штате были фармацевтики? Один банкер, другой это компьютерного ресношника. Но это чудовищно. И я не знаю, были они вредные, были они полезные. Никто не знает, но это ужасно. Меня удорчало то, что переносит грудный расening до сих пор. Но это ужасно! Это тоже эмоции. А что я могу сделать с этим? Могу только сказать, это ужасно. Я ведь точно так же хожу в аптеки, вот доктора выписывают моей тёще лекарства. Я их покупаю по рецепту. Я же не знаю, это поддельные, неподдельные. А какой мы можем совет дать вот нашим там почти 2000 людей, когда у нас можно? Нет, люди не могут контролировать, находятся в аптеке поддельные лекарства или неподдельные лекарства. И здесь совет мы никакой дать людям не можем. Мы можем людям только дать один совет. Прежде чем какое-то лекарство купить, посоветуйтесь с врачом. Относительно поддельных лекарств, это не к людям, это к государству, это к контролирующим структурам, это к Министерству здравоохранения. Люди тут ничего не могут сделать, тут люди прямые жертвы, больше ничего. Третья проблема, о которой ты сказал, это то, что врачи, купленные фармацевтическими фирмами, продвигают на рынке тот или иной препарат. Всегда ли купленные? Всегда ли это неискренне? Значит, я не отрицаю, что на свете есть доктора, которые не получают за это денег. Может быть, есть доктора, которые искренне верят, что лекарство дин лучше, чем лекарство д-д-д-д-ал. Может быть, я не знаю. Но, к сожалению, очень часто врачи получают за это вознаграждение. А это плохо? Хорошо. Это отвратительно. Это отвратительно совершенно. Значит, в чем вообще беда всего этого дела? Вот смотрите, на Западе у врача нет никакого простора для фантазии. Вот врач ставит диагноз. После этого лечение больного идет по протоколу. Вот сколько бы ни было на Западе от аллергологов, они одно и то же заболевание лечат одинаково. Потому что есть протокол. Хронический фаренгит, да? Врач смотрит в протокол. Написано, шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый. И там нет такого, что врач Джон Смин говорит своему больному, попейте-ка вы фаренгасет. А второй врач говорит, да нет, фаренгасет это дерьмо, попейте-ка вы левомиколь. А лучше фурген. А лучше фурген. Этого быть не может совершенно. Этот врач-преступник, он отклонился от протокола. У нас нет протоколов, понимаете? Вот у нас есть хорошие от аллергологи, есть плохие. Это бред, этого быть не должно, понимаете? То есть врач должен лечить болезни по протоколу, по четкой схеме, в которую должны входить самые передовые медицинские препараты, которые назначаются больным того или иного возраста, с теми или иными осложнениями, с тем или иным диагнозом, да? Да. И когда эти препараты исчерпывают, к сожалению, качественную функцию, врач должен направить больного к хирургу или к какому-то специалисту для продолжения лечения. Ну, как обычно это бывает. У нас этих протоколов нет, поэтому буйство фантазии совершенно чудовищное. Сколько врачей, столько схем лечить. У нас, смотри, какая история. У нас, когда человек заболевает неким заболеванием, не очень тяжелым, а средней тяжелой, если будем так говорить, он идет не к врачу, а идет обычно в аптеку, и провизор уже там как-то ему подбирает лекарство, что неправильно. Но тут есть два тоже корня. Во-первых, эта привычка выработалась из-за чего? Попасть к врачу почти невозможно, особенно мы говорим не о платной клинике, а обычной клинике. Почему невозможно? Я просто знаю по собственному опыту, по опыту мамы и так далее. Это надо записывать чуть ли не за две недели, а ты сейчас болеешь. Тебе уж не сложно. Смотри, Андрей, вот все перепутано, честное слово. Вот давай выскажите свое мнение, как надо поступать. Ради бога. Вот у человека неотложное острое состояние, сильные боли, да? Не надо записываться никакому врачу. Вызывается скорая помощь. Ты знаешь, сколько раз скорая помощь не приезжала, когда у меня у матери были сердечные причины? Подожди, Андрюш, подожди. Ну, смотри, наше здравоохранение российское лежит в руинах. Давай не будем брать его за пример. Давай расскажем, как надо. Мы здесь живем. Ну, подожди. Давай сначала расскажем, как надо. Да? Значит, вот если острое состояние, emergency, неотложка, вызывается скорая помощь, она решает в больницу, не в больницу, что делает, ставит первый диагноз, это вы уже в контакте с врачом скорой помощи решаете и определяете свои поступки. Если надо, вы едете в больницу, и там с вами уже делают все, что можно. Если нет острого состояния, а есть некое хроническое состояние, которое, ну, можно потерпеть, но оно доставляет вам неудобства. Да, надо записываться к врачу, ну и что? Ну, запишут вас к врачу через неделю. Ну, что такого-то я понять не могу. Ничего страшного же нет. В этом нет никакой беды. Поэтому само по себе вот это разделение больных на острых, неотложных, и больных, страдающих хроническими заболеваниями, не, так сказать, представляющими здесь и сейчас угрозой для жизни, это совершенно нормально, это медсортировка. Тут уже начинаются дальше, ты прав совершенно, наши российские прибамбасы. Скорая не едет, она стоит в пробке, а этого врача нет, а того врача нет, а этот ушел в отпуск, а тот, не дай бог, умер. Ну, я рассказываю вот как нужно, как должно быть, да? Значит, о, Сашка. Саня, привет, господа, нас посетил господин Орлов. Господин Орлов. Давайте пригласим. Так, вот нас посетил господин Орлов. Ой, какое счастье. Птичье помилое. Саня, поздоровайся с людьми. Приветствую, дорогие. Привет, привет. Он через свою трешку пришел, вот здесь болтался или. Это что, наверху было, что ли? Да. Наши встречи воскресные, видите, место встречи изгонки. Видеть нельзя, Высоцкий был прав. Нет, я бы сказал по-другому. Дураки к друг другу тянутся. Или дурак дурака видит. Да. Слушай, прекрати его, вы понимаете? Дурак дурака не видит, а чувствует. Ты ничего не понимаешь в медицине. Слушай меня. Это самое. Сань, мы не будем тебя посвящать. Тут мы наговорили много про лекарства. Просто уж как дальше войдет, так и войдет. А то рассказывайте о содержании медицинских серий. Если ты будешь все это сказать, то? Да, да. Короче говоря, Андрей, я рассказываю как надо, как должно быть, да? А приехала скорая, не приехала скорая, я же этого не знаю. Значит, вот мое мнение заключается в том, значит, резюмируя, да, что лекарство должно быть назначено доктором. Но это обязательно. Второе. Что обязательно перед употреблением должна быть прочитана аннотация. Вот обязательно. Третье. Обязательно человек должен вообще лечиться под руководством врача. При каких-то серьезных, неотложных состояниях вызывается скорая помощь. При заболеваниях не неотложных, еще раз повторяю, человек лечится под руководством врача. Другое дело, банальные симптомы простуды, низкая температура, ничего страшного, можно полечиться домашними средствами. Они всем известны. Зеленый чай, чай с малиной, лимончик, покой, там, иногда, если надо поголодать, поголодайте, сон, так сказать, грелочка к ногам, то все. Но все домашние средства. Но если температура за 38,5, если нарастают тревожные явления, если вас что-то беспокоит, вызывайте скорую помощь или обращайтесь к врачу. Вот и все. А насчет лекарств, Андрюч, я хочу сказать, что все-таки, вот знаешь, у нас в стране, как я недавно, кстати, выяснил, я этого не знал, даже нет госмонополии на спирт. У нас, оказывается, водку-то можно делать простит. У нас страшнее. Кто угодно. У нас страшнее, у нас еще сняли часть ограничений на некую товарь как раз с марта, то есть там продукты некоторые, парфюмерия и так далее, они сейчас уже не лицензируются. Ну это же ужасно. Так что же говорить о лекарствах тогда? Если мы водку-то, у нас нет госмонополии, и в любом подвале могут бодяжить ее. У нас вообще, к сожалению, уходит система ГОСТов и приходит система регламентов, значительно менее требовательных. Меня это удручает. А это же внутренняя структура страны, она же расшатывается. Ну так вот и все. Поэтому я даже говорить не хочу об этих поддельных лекарствах там, да, это все ужасно. Это часть нашей жизни. Но это мы не можем проверить. Мы как потребители это не можем проверить. Мы не можем, мы доверяем государству. И государство должно здесь полностью понимать, что этот вопрос лежит на его плечах. Оно обязано, мы, наверное, платим деньги. Да. На секунду. Что такое государство, Андрей? Это коллективный чиновник, налит ли на наши деньги. Нет? И более ничего. Вот более ничего. Знаешь, вот я могу сказать две небольшие, в данном случае, два небольших примерчика таких. Первое, насколько я знаю, в большинстве стран мира, где мне доводилось быть, некоторые виды продуктов, не только лекарства, а именно продуктов, они, во-первых, уровень цен, он подлежит определенному, скажем так, не серкофицированию, а как сказать, ну он стоит на определенном уровне, он не может быть выше, да, то есть это там, молоко, хлеб и так далее. То есть то же самое таблетки. А, то есть до какого-то уровня, да? Да, они, во-первых, есть определенные требования типа ГОСТа, плюс есть ценовая политика, которая не может быть выше. Я знаю просто много стран, где это так. И поэтому, если они не выгодны, то просто этим не занимайся, то, что называется. Но есть вот такая цена, она не может быть выше. Это очень важно в наших случаях, когда таблетки просто стоят неимоверных денег для многих. И растут и дальше. Да, для многих людей, которые не могут себе позволить, и, соответственно, они им нужны. Я просто знаю, опять же, по опыту близких мне людей, когда там стоят тысячи просто, а они зарабатывают просто не так много, и пенсии там получают такие большие. Это как бы раз. Второе, вот, это пример совершенно не из медицинской, скажем так, темы, но нашей российской. Я знаю единственный город в России, это город Екатеринбург, в котором риелторская деятельность, она не лицензируется, но там есть местная палата. Вот, если ты не стоишь в этой палате, то к тебе отношения не очень хорошие. И люди, которые работают в риелторском бизнесе, они очень дорожат, чтобы, ни дай бог, их не выкинули из этой палаты. Понимаешь, к чему я это сказал? Головно то же самое я могу проецировать и на производстве медицинских каких-то препаратов. Безусловно. Я понимаю, я не знаю, как это решить вообще в России, как бы высоко не зарабатывали. То есть я все время... Ты говоришь, как должно быть. А как это сделать, мы не знаем. Я не знаю, хотя по добросой причине, что всем навязший уже пример это в виде милиции, но в Грузии как-то это решили, вот она тоже бывшая советская страна. Как-то решили же вопрос с местной милицией. Я не был там, я не знаю, ты говоришь в виду некий государственный орган или внутрицеховой. Ты знаешь, это не важно какой, потому что важно, чтобы был некий орган. Потому что то, что я назвал про риэлторов, это внутрицеховой орган, но не государственный. То есть это некая ассоциация, для которой вопрос репутации не пустой, но у нее же власти нет при этом. Дело в том, что когда-то давно вся в стране везде деятельность риэлторов регулировалась. Это остаток того времени. Вот с тех пор в единственном городе, в Екатеринбурге, осталась палата, которая до сих пор регулирует деятельность местных риэлторов на рынке там, в Екатеринбурге. Ну это очень правильно. Поэтому, соответственно, у них есть некое... Когда человек идет, у него есть некоторые, скажем так, что ли, дополнительные критерии, входит это агентство в палату или не входит. Это степень доверия. То есть если входит, человек знает, куда он может пожаловаться, и у него берут лицензию, и они этого боятся. Это важно. Но у них власти нет. Да, извини, это мощная власть. Когда потом человек идет, и он понимает, что у этого агентства нет, или, не дай бог, отобрали лицензию, он понимает... Это становится известно. Да, это становится известно. Это нетайно. Потому что есть у них свои печатные органы и так далее. Никаких проблем не сообщить об этом. Поэтому в том-то и дело, человек уже сто раз подумает, нести ли мы туда свои деньги. То же самое касается таблеток. Ты понимаешь, как мы там не можем решить? Извините, если бы сами производители таблеток, которые дорожат своим имиджем, создали бы некий вот такой орган и как-то доносили бы до людей. Так что я считаю, что этот вопрос очень даже может быть решаемый. Хорошая мысль. Так может мы выпьем за это? Да. Отлично. Мы выпьем за орган. Выпьем какой? Нет, мы скажем какой. Да? Да. Мы выпьем за орган, который подлежит контролю организма, но при этом сам многое контролирует. Это сердце что ли? Право? Это сердце или мозг? Ну у кого сердце, у кого мозг, у кого по большей части вообще этого органа нет. Ну нет, так совесть. А у кого есть, тот знает о чем я говорю. А я знаю людей, у которых этот орган это пенис. А это программа следующая. А это программа следующая. Следующая тема. Да. Насколько пенис соединен с совестью? Да. Есть ли совесть у пениса, и есть ли у совести пенис? Нет, то что у совести пенис есть, это точно. Оно это достает. Это может быть и что это будет. А вот если у пениса совесть. Поэта далеко заводит речь. Поэта далеко заводит речь. Поэта нужно от себя беречь. Да, добро. Поэтому аккуратней с таблеткой. Аккуратней с таблетками и будьте здоровы.